Всем привет! Сегодня я бы вкратце хотел рассказать о портативно-акустической системе от компании Sven. Это модель PS285. Модель характеризуется как довольно мощное устройство на 20 Вт, встроенный аккумулятор 3000 мАч, защита от воды IPX7, ну и достаточно большое количество различных физических и беспроводных интерфейсов. Можно подключение как по Bluetooth, так и подключать карты памяти, USB-флэш, ну и есть даже радио. Также у колонки присутствует RGB-подсветка по двум торцам, большие кнопки управления, ну и довольно объемное звучание, о чем я думаю, что сейчас послушаем чуть дальше. Внутри у нас в коробке такая небольшая картинка, еще раз подсказывает, что все-таки это IPX7. Сама колонка удерживается вспененным материалом. Кроме того, в комплект поставки входит гарантийный талон и два провода для подключения колонки к источнику заряда. Это USB Type-C провод, все провода длиной около метра. И AUX, как видно, пластиковая изоляция, стерео, подключение к смартфону, планшету и у нас уже есть звук. Сама колонка в форме бочонка, ну это классическая тема, классическая форма колонок. Есть небольшой темляк, для того, чтобы удобно ее переносить. Плюс она защищает, закрывает кнопки и интерфейсы. По торцам у нас есть пассивный излучатель и резиновые накладки, чтобы колонка устойчиво стояла. Давайте сейчас ее сразу же включим. Как слышите, нет голосового оповещения. Ну и плюс, вот здесь вот видно уже сетки динамиков. Здесь их два динамика, расположенные не за акустической тканью. С обратной стороны ничего нет, как видно. Так, ну что, подсветка регулируемая. Ее можно полностью выключить. Можно включить. Ну и поменять различную. По-разному она будет подсвечиваться. Кроме того, есть фишка с тем, что можно увидеть, как происходит регулировка громкости. Уменьшается уровень подсветки. Ну и полностью она выключается при минимальной громкости. То же самое в обратную сторону. Ну что, кнопки включения-выключения, либо выбора следующего трека. Работает как на беспроводном подключении, так и проводном. С этой стороны у нас есть кнопка регулировки уровня режима работы подсветки. Ну или его полностью выключаем. Здесь кнопка включения-выключения. Ну и создание дополнительной стерео пары ТВС. Под заглушкой. Заглушка резиновая, силиконовая. Физические интерфейсы. У нас AUX присутствует. USB. Карта памяти и USB Type-C. Здесь же светодиод, указывающий на режим работы красным, когда светит, идет зарядка, либо разряжен аккумулятор. Интересная особенность устава при подключении, к примеру, смартфона к USB Type-A, мы можем заряжать внешнее устройство. К примеру, я заряжал смартфон, но токи небольшие, и это не задокументированная функция данной колонки, так что не рекомендую. Что у нас значит? Карту памяти до 64 ГБ проглотила, спокойно воспроизводит, MP3 файлы читает, кроме того и некоторые другие. Качество значительно лучше, чем через беспроводное подключение, но примерно то же самое, что и по проводу. Хотя, если честно, особой разницы между беспроводом и проводом я не увидел, примерно одинаковая по уровню громкости, по качеству. Давайте сейчас подключим к внешнему устройству, посмотрим, как будет по проводу, так и по беспроводу у нас работает наша колонка. Так, ну что, самое простое подключение по проводу через AUX. Сейчас использовать будем интернет-радио, битрейт у нас будет 64 и 128, разницы, думаю, никакой, но давайте посмотрим. Зачем тебе я такой простой? Уйди, пока есть тебе огонь, пока тебе есть м... Битрейт 64, битрейт 68, если честно, при переключении битрейта качество заметно. Это было беспроводное подключение, то же самое сейчас сделаем через Bluetooth. Колонка довольно быстро подключается, определяется она как Sven PS 285. Можно зайти, посмотреть, что она нам предлагает, профили и аудиокодеки, самые распространенные. Плюс есть возможность, разговор, использовать ее как гарнитуру, есть встроенный микрофон. Давайте включим радио. Отчасти, мне кажется, даже звук помягче идет. Битрейт 64, битрейт 64. Так, ну что, здесь также есть еще встроенный FM радио, но для того, чтобы качественный был прием, нужно будет использовать провод AUX. Без него ловит на улицу, но качество, количество пойманных радиостанций значительно ниже, чем через использование дополнительной антенной AUX. Ну что, в общем, такая вот интересная колонка. Емкости аккумулятора хватит примерно до суток использования. Все зависит, конечно, от громкости и подключенной подсветки. Ну, вот такая вот колонка от компании Sven, модель PS 800 285. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...